Добрый вечер! В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле» в студии Алла Кузнецова. Настало время узнать о главных событиях пятницы и уходящей рабочей недели. Вначале по традиции основные темы выпуска. Жителей вагонки напугал маньяк. В соцсетях гуляет слух, что в Дзержинском районе орудует серийный преступник. Подтверждают ли полицейские эту информацию? Опять без крова на старой гальянке сгорел частный дом. Без жилья осталось не только хозяйка, но и несколько кошек и собак. В какой помощи нуждаются погорельцы? Цветные осадки в городе. Розовый и голубой снег появился в районе 36-й школы. Зачем стритрайтеры разукрасили снег? В начале программы о событиях пятницы. Воспитанники школы-интерната номер 15 попали в больницу из-за норовируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Напомним, накануне стало известно, что в школе-интернате номер 15 острую кишечную инфекцию подхватили 17 детей и 2 сотрудника. Некоторые из них были госпитализированы. Всех воспитанников распустили на 7-дневные каникулы. Теперь в учебном заведении предстоит провести дезобработку. Жителей вагонки напугал маньяк. В соцсетях гуляет слух, что в Дзержинском районе орудует серийный преступник. Полицейские считают, причиной домыслов стала смерть женщины во дворе художественной школы по Ленинградскому проспекту. Ее нашли повешенной на ремешке от сумки. Причина ее смерти – это суицид. В последнее время много слухов, которые муссируются как в социальных сетях, так и лично про разговоры жителей Дзержинского района о появлении на территории нашего района маньяка. Данная информация не соответствует действительности. Никаких либо противоправных действий в отношении несовершеннолетних, женщин, девушек на территории Дзержинского района не совершалось. В полиции уверены, погибшая сама решила свести счеты с жизнью из-за накопившихся проблем. Употребляла наркотики, не дружила с законом и была лишена родительских прав. Поэтому жители вагонки могут быть спокойны. Санаторий или место лишения свободы. Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей принял важного гостя. Один из членов общественного совета при МВД заглянул с визитом. Главный вопрос, в каких условиях живут дети. Материал Анны Хабаровой. Сегодня центр, можно сказать, пустует. Из 60 мест занято только 4. Член общественного совета Александр Соловьев здесь впервые. Без стеснения заглядывает в каждый уголок центра, где временно живут несовершеннолетние преступники. Мальчики и девочки в возрасте от 8 до 18 лет. Приехал, чтобы познакомиться не только с организацией центра, но и условиями содержания детей. Знаете, очень хорошее впечатление. И что хотелось бы отметить, что коллектив тратит огромное усилие, огромную энергию для того, чтобы создать здесь действительно условия, для того, чтобы дети себя здесь чувствовали. Не побоюсь этого слова. В некоторых моментах лучше, чем дома. Условия в центре действительно санаторные. Хоть и попадают сюда за провинности, о местах заключения ничто не напоминает. Есть даже религиозная комната, где по желанию покрестили уже 130 детей. С подростками занимаются воспитатели, инспекторы, психологи, педагоги дополнительного образования. Самая главная наша задача нашего центра – это профилактика правонарушений и преступлений, повторных. Наша задача, чтобы ребенок осознал свою вину, исправил свои ошибки и больше не приступил к закону. Создан центр был еще в сталинские времена. За 80-кафлет здесь побывали 40 тысяч малолетних правонарушителей. Не только из Свердловской области, но и ближнего зарубежья. Как правило, больше месяца в исправительном учреждении детей не держат. Анна Хабарова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Дети вмешались во взрослые проблемы. Призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дороге. Агитируют за безопасность прямо на улице. Сегодня наша задача такова. Напомнить не только пешеходам, но и водителям о соблюдении правил дорожного движения. О том, что очень часто ситуации на дороге бывают опасными. И только от грамотного исполнения и соблюдения правил дорожного движения зависит наша жизнь и здоровье. Ученики 56-й школы раздавали листовки и скандировали кричалки у дороги, чтобы видели и прохожие, и водители. Акция прошла в рамках проекта «Безопасный пешеходный переход» в преддверии осенних каникул. Пенсионеры против кадетов соревнуются в меткости. Турнир по стрельбе организовал Центр по работе с ветеранами. Удалось ли пожилым стрелкам вспомнить армейские навыки о необычной встрече поколений? Мария Фанга. Никита с 7 лет ходил с папой в тир. И успехи начал делать с первых выстрелов. Бывало, занимал и первые места по стрельбе. Поэтому испытать свои силы с более опытным соперником для кадета – дело чести. На днях нам объявили в школе о таком конкурсе. Мне сразу же захотелось поучаствовать, я записался. И вот сюда попал. В команде пенсионеров стрелки бывалые. Эмилия Григорьевна – бывший сотрудник милиции. Сейчас ей 84, но навыки обращения с оружием не забыла. Регулярно посещает секцию «Меткий стрелок» вместе с другими ветеранами Центра. У нас до сих пор сейчас половина, можно сказать, этих стрелков 70 с лишним лет за 80. Одному даже 90. Потому что мы все такие великовозрастные. У нас бывают всегда соревнования, мы соревнованы с разными районами. И с молодым поколением пенсионеры соревнуются не в первый раз. Подобные мероприятия в Тире проходят довольно часто. Мы посвящаем к настоящему празднику Дню Единства. У нас ветераны ходят раз в неделю сюда, каждая четверо. И тренируются. Ну и в течение года выезжают и сюда приглашаем. Тир недавно открыли после ремонта, говорит директор Центра. Помощи попросили у Думы. Откликнулась единственная женщина в депутатском корпусе. Елена Емельянова выделила средства и теперь пожилые и молодые стрелки соревнуются в более комфортных условиях. Мария Фанга, Вадим Усков, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Сверкой часов назвал заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Никифоров сегодняшнюю встречу с председателями городского и районных советов ветеранов Нижнего Тагила. Областное правительство готовит новую региональную программу «Старшее поколение». Мнение жителей при ее разработке необходимо учесть, считают в министерстве. Приятно услышать, что «Старшее поколение» ощущает заботу. Есть, конечно, проблемки, которые без них в жизни не бывают, но тем не менее в целом хороший позитивный настрой. За этим позитивным настроем есть и здоровье, есть и долголетие, и желание жить, и общаться. И это самое главное. Региональная программа «Старшее поколение» будет рассчитана на 2014 и 2018 годы. В ее основе перспективные направления работы с пожилыми людьми, а также предложения, поступившие от министерств и ведомств. Персональная выставка Олега Клавдеева открылась сегодня в Нижне-Тагильском музее изобразительных искусств. Художник известен как автор ледовых скульптур, призер различных конкурсов в России и Соединенных Штатах. На выставке представлены и другие грани таланта мастера. Выставка как бы приурочена к моему юбилею, который будет 11 ноября. Тут, собственно говоря, с 2002 года, как состав членов Союза, вот этот период, практически 11 лет, почти 11 лет, то есть пройденный этап. Оригинальная керамика Олега Клавдеева уже выставлялась в музее. С графическими работами художника зритель имеет возможность познакомиться впервые. В экспозиции работы, выполненные карандашом, шариковой и гелевой ручкой, фломастером, чудом уцелевшие после пожара в его мастерской. Олег Клавдеев предложил в дар Музею изобразительных искусств любые понравившиеся работы. Также представленные в экспозиции фотографии, ледовых скульптур и награды, полученные художником. И членами его команды на конкурсах выставка будет работать до 22 ноября. Персональная выставка это, так сказать, и способ рассказать о себе, о своем внутреннем мире, о своих каких-то достижениях, чему мы очень рады. Опять без крова накануне на старой гальянке сгорел частный дом. Мало того, что сама хозяйка осталась без жилья, пожар лишил пристанища нескольких бездомных кошек и собак. Женщина временно держала их у себя дома, как волонтер общественной организации. В какой помощи нуждаются погорельцы, узнала Мария Фанга. Цветные осадки в городе, розовый и голубой снег сегодня появился в районе 36-й школы. Мы даже успели стать очевидцами этого превращения, когда снимали очередной сюжет акции «Я рисую город». Зачем стритрайтеры разукрасили снег? Ну это получше, чем пиво и наркотики. Ну есть куда деньги тратить. У него свои наркотики, на них сидит уже 7 лет. Деньги из карманов из-за них улетучиваются вмиг. Но ему не стыдно, хотя предпочитают при камере надеть маску. Стритрайтерская зависимость в городе мало кому понятна. Многие считают, что это вандализм. Граффитисты любят порисовать на фасадах магазинов, которые находятся в центре города, чтобы их уже узнали все. Но я считаю, что это неправильно. Ну надо же уважать чужой труд тоже. Он любит рисовать то, что почти никому не нравится – шрифты. Они – самовыражение имени. На картины – коммерческий спрос. Заказов у 19-летнего парня хватает. Этим также занимаются мои лучшие друзья, с которыми я начал рисовать. Так и как бы дружим общаемся. Хорошее времяпровождение, я считаю. Особенно на выходных, когда можно собраться в компании, куда-нибудь съездить, покрасить. В другой город также. Так и получилось. Он полюбил путешествовать из-за граффити. В каждом городе Анатолий оставляет свой отпечаток краской. Но нижний Тагил наполнять цветом считает делом чести. Полтысячи родных стен носят его почерк. Пару брызг на снег, чтобы не испортить работу. Для проекта решил, непременно нужно что-то позитивное. И выбрал героем картины кроша из смешариков. Уверен, он поможет одержать победу. Эта работа конкурсная. Примет участие в голосовании в нашей группе ВКонтакте. Стар дадим в начале ноября. Елена Терехова, Михаил Крюков, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». И это были новости пятницы. После небольшого блока полезной информации подведем итоги недели. Впереди обзор новостей. Рубрика «Новый Тагил» и «Прямая речь». Заместителем главы города по финансовой и экономической политике Евгении Черемных. Не переключайтесь. Молодой кот очень напуган и не хочет слезать с рук хозяйки. Виной всему пожар, который произошел накануне. Вчера днем сын пришел из школы. Там уже началось возгорание. Уже такой очаг был. Не смог погасить его. Днем, часа в четыре, это все произошло. Вот причина короткого замыкания. Пламя не пощадило одну собаку и пять кошек. Котята, ждавшие операции на глазах, не смогли выбраться из огня. Животные жили в доме Ирины временно, пока не найдутся хозяева. Она – волонтер общественной организации. У нас все были для них подстилки, подстилки, подушки. Одна, к сожалению, кошка тут в клетке сидела. Пожарные приехали быстро, в течение пяти минут. Но огонь успел охватить весь дом. Своими силами соседи тушить пламя даже не пытались. Да, бесполезно уже рисковать было. Если бы люди были хотя бы. А так, я по профессии металлург, так что знаю, что такое. Спавшиеся Джерри, Рекс и Чапа в привычном вольере. Но очень беспокоятся. Пожар сильно встревожил животных. Дом восстанавливать не на что. У Ирины осталось еще 10 кошек и 4 собаки. Они нуждаются во временном пристанище. Как и сама хозяйка дома с сыном. Женщине готовы помочь друзья. Но животным места в квартире нет. Жалко, если есть какая-то возможность. У нас, к сожалению, сына на сегодняшний день такой возможности нет. Финансовой. Чтобы реставрировать дом или отстроить заново. Погорельцы ждут помощи от телезрителей. Телефон Ирины вы видите на экране. Мария Фанга, Вадим Усков, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле». С вами Алла Кузнецова и мы продолжаем. На очереди обзор новостей недели. Какие события попали в объектив, предлагаю вспомнить прямо сейчас. Новый электротранспорт на улицах города. Три современных трамвая вышли на линию в понедельник. Каждый стоимостью 15 миллионов рублей. Удобство, надежность, скорость техники оценил и глава города. Имена факелоносцев. Названный маршрут известен. Олимпийский огонь прибудет в Нижний Тагил 13 декабря. Пронести факел тагильчанам предстоит порядка 17 километров. Старт возьмут в горнолыжном комплексе АЭСТ. Отказаться от натуральных шок просят тагильские активисты. Антимеховой марш прошел в Тагиле одновременно с 45 другими городами страны. В нем приняли участие более 30 зоозащитников. Полпред президента Игоря Халманских вызвал тагильчан на ковер во вторник. Люди, побывавшие у президента в апреле этого года, доложили о проделанной работе в рамках программы комплексного развития города. Два года добивается справедливости. 78-летняя жительница Черноисточинска продолжает требовать компенсацию за погибшего внука. Он утонул летом 2011-го в близлагере Антоновский по недосмотру тренера. Приговоры мужа вынесены, но женщина считает, что справедливость не восторжествовала. Детская площадка под замком. Жители одного из домов по Карла Маркса решились на необычный для нашего города шаг. Собрав деньги, обнесли место для игр своих детей забором и поставили дверь с домофоном. Пошли на уступки. В ответ ничего. Работники котельной в Черноисточинске продолжают сидеть без зарплаты. Кровно заработанные людям не платят уже 4 месяца, а на работу они ходят исправно. Бороться с огнем теперь будут быстрее. Пожарная часть открылась в селе Николопавловское. Она будет обслуживать территорию от Капасихи до Невьянского района. Северный олень, карликовая коза, лисы и ноты порадовали детей. Воспитанники детского центра «Радуга» посетили сельский зоопарк. Он открылся не так давно, по частной инициативе. Поужинал отправился на каникулы досрочно. Неожиданный отдых получили воспитанники школы-интерната номер 15. После ужина 8 детей и 1 сотрудник попали в инфекционную больницу с симптомами отравления. В школе проводят проверку Роспотребнадзор. Семь Маяковских на одной сцене. Литературный бал 18-й гимназии собрал учеников и их родителей. Он посвящен 120-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. И об одном из значимых событий недели. Ход реализации программы комплексного развития Нижнего Тагила обсуждался у полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игоря Халманских. В совещании приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куевышев, глава Нижнего Тагила Сергей Носов и тагильчане, встречавшиеся в апреле с Владимиром Путиным. Эта встреча дала своеобразный старт работе по программе. Все подробности в рубрике «Новый Тагил». В конце апреля Владимир Путин принял в Кремле делегацию тагильчан. Жители Нижнего Тагила просили президента помочь сделать город безопасным, светлым, улучшить работу городского трамвая, отремонтировать драматический театр. Владимир Владимирович поддержал инициативы тагильчан и главы города Сергея Носова. Город получил новые возможности. Нижний Тагил. Новый Тагил. Готовность президента России оказать Нижнему Тагилу помощь в решении накопившихся проблем, проявленная после апрельской встречи с жителями города, определила масштаб работы, которая развернулась нынешним летом. На реализацию мероприятий программы комплексного развития Нижнего Тагила в этом году было выделено более 2 миллиардов рублей. То внимание, которое уделяет президент конкретному городу, Нижнему Тагилу, еще раз говорит о его роли для всей страны. Тем более, что вот это внимание президента, оно подкреплено достаточно существенным финансированием из федерального бюджета. Ремонт дорог, теплосетей, трамвайных путей, замена лифтов, реконструкция театрального сквера и площади Славы, освещение улиц, приобретение техники, подготовка проектно-смертной документации, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонта драматического театра. Далеко не полный перечень того, что удалось сделать в предельно сжатые сроки. Сам объем работ, который ведется в настоящее время, честное слово, поражает. Я всю жизнь прожил в нашем городе и никогда не спалкивался с подобными массовыми изменениями. Их не было, у меня в памяти просто не было. Шесть участников встречи с Владимиром Путиным, на которой были высказаны предложения по направлениям работы, стали активными участниками процесса. Они посещали объекты, следили за ходом ремонтов, встречались с подрядчиками, приглашались на совещание в городскую администрацию. Хотелось бы отметить именно открытость власти в реализации этих проектов. То есть был создан комитет по контролю за реализацией этих проектов. И никогда еще у нас в городе люди, обычные жители Нижнего Тагилла, как бы так досконально, так скрупулезно не могли контролировать, как тратить деньги, что делается. По информации, озвученной на совещании, на 14 октября было выполнено 72% запланированного. На рассмотрении в администрации города находились документы о выполнении еще 19% работ. В конце года предстоит проверка, насколько эффективно израсходованы средства. Усилия президента, полпреда и губернатора, руководства региона поддержали и оценивали, скажем так, положительно 88% тагильчан. Я думаю, что это довольно высокий показатель. И я думаю, один из главных эффектов будет от реализации этой программы. Это, в общем-то, то, что народ, люди поверили, что изменения будут, они возможны. Программа комплексного развития Нижнего Тагила среднесрочная. Предполагается продолжить реализацию ее мероприятий до 2016 года. Удастся ли найти деньги, чтобы завершить начатое, вопрос, ответа на который пока нет. В связи с тем, что сейчас идет бюджетный процесс, формирование бюджета, мы обязательно вернемся к рассмотрению вопроса выделения средств после принятия этого бюджета. Понятно, что достаточно сложно складывается бюджет Свердловской области на 2014, на 2015 год, и работа эта сейчас ведется. Но, тем не менее, действительно, это так. На протяжении последних лет Нижний Тагил отдавал несколько больше бюджета, чем получал обратно. И вот эту диспропорцию надо все-таки нам устранять. Глава города Сергей Носов заверяет, что работа по улучшению жизни в Нижнем Тагиле не остановится, несмотря ни на какие трудности. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». О том, какие средства ожидает город в следующем году и других темах недели, спросим у заместителя главы города по финансово-экономической политике Евгении Черемных. Буквально через минуту она появится в нашей студии. Не переключайтесь. В рубрике «Прямая речь» о значимых темах недели беседуем с заместителем главы администрации города по финансово-экономической политике Евгении Черемных. Добрый вечер, Евгения Олеговна. Добрый вечер. Евгения Олеговна, если говорить о значимых событиях недели, одно из них – это то, что тагильчане, которые были уже на приеме президента в апреле, приехали на прием к Палпреду Уральского федерального округа, Игорю Халманских, чтобы отчитаться о том, что было сделано в городе. Расскажите, поделились ли впечатлениями, как съездили, не возникло ли каких-то вопросов у Палпреда? – Да, большое спасибо. Вопрос такой хороший, приятный. Ну, наверное, тагильчане ездили не отчитываться, а принимать участие, а отчитывались-то губернаторы глава города. А тагильчане были поддержкой в данном случае главы города. И это были те люди, которые могли по Палпреду обрисовать ситуацию фактическую, то есть что делалось во время реализации этих проектов. Мы считаем, что отчет прошел успешно. Это можно видеть и по реакции прессы. И главе города было достаточно предоставлено времени для того, чтобы он по каждому проекту отчитался, на каком этапе мы находимся, что уже сделано. Более того, прежде отчитывался губернатор, он отчитывался первым. И был очень позитивный отчет, очень позитивные выводы сделаны. После чего шестеро тагильчан также отметили успехи по каждому направлению. Ну и глава города завершил отчет, сказав, конечно, что надо бы продолжать. И мне показалось, что однозначно и предложение тагильчан, и настойчивое, значит, особенное внимание в эту сторону главы города было услышано. Было услышано, потому что столько сделано. Эти все проекты однозначно не заканчиваются. Вы видите, их нужно продолжать еще в течение 3-5 лет. По каждому проекту уже сделаны расчеты. И таблица окончательно в презентации по заключению доклада главы города присутствовала. Некоторую сумму уже называют, говорят о 20 миллиардах на следующие 3-5 лет, которые в этой таблице увидели журналисты. Могу сразу сказать, что она еще, конечно, расчетная. И никаким образом она не связана с программой «Столица города Екатеринбурга». Некоторые журналисты пишут, что оттуда убирают, сюда добавляют. Это, конечно, не так абсолютно. Но уже планы, проекты и расчеты есть, и они предоставлены в том числе и в полпредства. Так что отчет прошел хорошо, но вы видите, нам еще нужно все это делать. У нас еще есть 2 месяца. Поэтому за 2 месяца мы заканчиваем реализацию первого этапа всех приоритетных социальных проектов. Есть такие приоритетные проекты, как дороги, лифты, где результат уже виден, он уже налицо. Это и чистый город. А такие проекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс, драматический театр, вот они еще в самом начале, на старте. Расскажите, как они реализуются? Ну, это мы называем 7-8 проект, который дополнительно, они появились не сразу, дополнительно по поручению президента Российской Федерации, после того, как 29 апреля наши сограждане, наши тагильчане побывали у президента на приеме и уделили особое внимание, что, конечно, нам еще нужен лед, нам еще нужен бассейн. Это совершенно очевидно по Нижнему Тагилу. И было отдельное поручение министру физкультуры и спорта и также министру культуры по этим двум объектам, в том числе по драмтеатру. И на сегодняшний день мы имеем понимание того, что подготовив проектную документацию, а я вам говорю о том, что она готова, она сейчас проходит экспертизу, глав госэкспертизу. Это очень серьезная экспертиза, которая не обязательна для того, чтобы проект получил федеральное финансирование. Значит, проверка идет уже к окончанию. И я надеюсь, что до 1 декабря, однозначно, мы заберем документы уже из экспертиз. Финансирование на 2014 год, думаю, будет предусмотрено, потому что вот сейчас у нас глава города находится как раз на учебе в Москве. Три дня они обучаются с другими мэрами крупнейших городов Российской Федерации, можно сказать, в аппарате президента. И проведя переговоры с руководителями аппарата президента, мы понимаем, что наша инициатива будет в ближайшее время поддержана. И будем добиваться все-таки финансирования в бюджете 2014 года, строительства ФОКа и реконструкции драматического театра. Более того, напоминаю, НТМК и Евраз проплатили проект по ФОКу, Уралвагонзавод проплатил проект по драмтеатру. Поэтому у нас первые шаги сделаны, будем продолжать дальше. Ну, интернет-СМИ по итогам этой встречи писали также о включении вот этих промышленных гигантов в программу следующего года, да? Есть пока какие-то, может быть, предварительно устные соглашения? Готовы ли они сотрудничать, включаться? Вот что имели в виду СМИ, мне до конца непонятно, потому что и Евраз, и Уралвагонзавод, они всегда активно участвуют в жизни города, они поддерживают все наши начинания. И если речь идет о какой-то программе официальной, опубликованной, то сразу говорю, что в комплексной программе развития города Нижний Тагил, там, скажем так, таких строчек сейчас нет. А государственно-частное партнерство, оно не исключается. Мы его приветствуем, и мы каждый день работаем над тем, чтобы в городе появлялись объекты, которые у нас есть по госпиталю инновационных технологий, это есть государственно-частное партнерство, и мы надеемся, что такие объекты будут появляться. В том числе, может быть, что-то будет и по фоку в таком направлении. Может быть, появится частный инвестор, который пожелает участвовать в том числе в частичном финансировании его строительства. А пока проектная стоимость это 740 миллионов. Драмтеатр это 430 миллионов, это уже подтвержденные цифры, которые проходят по экспертизе. Очень пристальное действительно внимание к этим средствам, выделенным нашему городу, не только глава города, губернатор отчитывается, но и здесь, в Нижнем Тагиле у нас работает комиссия Министерства финансов. Мы слышали об этом. Расскажите, с чем это вызвано, с чем, что проверяют, как идет проверка? Да, действительно, к нам с понедельника приехала комиссия Министерства финансов. Официально на месяц с внеплановой проверкой проверяют именно использование 2 миллиардов рублей по приоритетным социальным проектам. С чем это связано, мне, наверное, здесь сложно сказать. То есть было соответствующее поручение министру финансов Средневоскоположной области, она его выполняет. По Нижнему Тагилу, с точки зрения работы администрации, ну, конечно, здесь есть нюансы с точки зрения того, что мы еще в полях, мы еще все работаем, поэтому параллельно приходится успевать общаться с проверяющими, но мы для себя сделали вывод, что и это хорошо, потому что на момент проверки мы что-то слышим где-то, может быть, успеваем понять, как правильно оформить документы, как правильно муниципальную целевую программу в будущем, допустим, оформить. То есть это тоже бесценный опыт. Хорошо. Ну, Нижний Тагил в последнее время вообще приковывает к себе внимание федеральных СМИ и областных СМИ, постоянно идет какая-то информация. Хотелось бы, чтобы она была достоверной и проверенной. Так, накануне одно из интернет-СМИ информационных сообщило, разместило публикацию о микро-Аюне Александровске, о прохождении тендера, о том, что тендер выиграла фирма из Азербайджана. Вот, пожалуйста, проясните ситуацию. Да, действительно это так. Вчера поздно вечером мы прочитали очень интересную статью, которая, конечно, практически полностью не соответствует действительности. По поводу аукциона по Александровске-1 вы уже все, наверное, знаете. Читали, мы неоднократно говорили, что очень успешно прошел аукцион на право аренды земли по микрорайону Александровске-1. Там было 6 лотов, из них 5 отыграно. Один лот повторно выставлен на аукцион, поскольку победитель отказался подписывать протокол. А так бы все 6 лотов были разыграны. Очень хорошо получилось. То есть более 100 миллионов в целом стоят результаты конкурса. Из них 81 миллион будет направлен в бюджет города Нижний Тагил, а 20 уйдет в Сырловскую область. И из тех 5 лотов, где удачно прошли торги, 4 лота, взяли представители действительно Азербайджана, но у них здесь открыто предприятие в Российской Федерации, иначе они бы не смогли участвовать у нас в аукционе. Все документы были предоставлены, торги были совершенно открыты, люди бились, дрались, и непонятна реакция, какая разница Азербайджан, Российская Федерация или, может быть, иная национальность в данном случае никакого не имеет значения. И более того, эти люди согласились на очень серьезные условия договора аренды. Мы впервые попробовали внести в договор аренды дополнительные условия обеспечения. Банковская гарантия на случай, если через 5 лет на этой земле не будет построено определенное количество тысяч квадратных метров жилья. То есть через 5 лет они обязаны будут предоставить в полном объеме. Я могу сразу сказать, что по всем 6 лотам это 150 миллионов рублей в случае, если не будет построено жилье. Поэтому не каждый готов идти на эти условия, но смельчаки были. И могу сказать, что по всем лотам борьба шла между тремя, по одному лоту и 4 было заявители. Ну вот второй лот это 59 миллионов, первый лот это было 65 миллионов, а в среднем лот 5 с небольшим гектаром. Вот можете считать, делить. Поэтому очень странно слышать то, что в город заводят, скажем так, каких-то нечистоплотных людей. И могу следующее сказать. По поводу того, что кроме жилья там будет построено еще что-то, кроме социальных объектов, некорректная информация, потому что вид разрешенного использования однозначно строительства жилья. И кроме социальных объектов там могут построены только детские сады и школы, которые будут финансировать естественно муниципалитет. А все объекты культурного, религиозного значения, они могут построены только тогда, когда земля будет выдана именно под этот вид разрешенного использования. Ничего подобного не предусмотрено ни на Александровском 1, ни на Александровском 2. Это с точки зрения, будут ли мечети или будут ли иные объекты религиозного значения. По мечетям в Нижнем Тагиле этот вопрос рассматривается. Несколько вариантов размещения были предложены. И сейчас обсуждается с общественными организациями все-таки, какое место лучше для того, чтобы была построена красивая мечеть. Но это не Александровский 1 и не Александровский 2. Вы сказали банковские гарантии на 5 лет. То есть, получается, через 5 лет эти гречения могут ожидать появления современного микрорайона со всей инфраструктурой. На Александровском 1 значит, от 3 до 5 лет мы можем надеяться, что через 3 года там уже будут сдаваться однозначно первые дома. Через 5 лет он практически полностью должен быть застроен. И если через 5 лет мы не увидим не менее 150 тысяч квадратных метров жилья на всем Александровском 1, то вступает действие обеспечения контракта 150 миллионов рублей. Пока еще неизвестно, как-то гельчане, да, если кто-то заинтересовался, могут участвовать в строительстве. Либо это покупка уже готового жилья, либо участие в долевом строительстве. Абсолютно любые, значит, способы. Дело в том, что и застройщики открыты, и банки готовы, и Сбербанк неоднократно, и любые другие банки. Почему Сбербанк? Потому что они в том числе, насколько я понимаю, и с застройщиками будут сотрудничать, в том числе по финансированию жилья, огромное количество программ и долевого финансирования, и долевого участия, и просто приобретение уже готовой квартиры. То есть здесь разнообразие широкое. Ну, новые объекты строятся, реконструируются и в городе, да, о детских садах, если вести речь. Расскажите, вот на подходе, да, несколько дошкольных учреждений, либо реконструированных, расширенных. Это особая наша радость, гордость. Вагона строителей 43, мы с вами разговаривали летом, на 200 мест. Мы, как планировали, к 10 декабря строители сдают этот детский сад. И в зависимости от того, как быстро мы пройдем лицензирование, но мы надеемся, что ребятишки уже к 31 декабря точно Новый год смогут там встретить. А уже нюансы там в феврале или январь официальный заход туда групп будет. Это мы уже сообщим точно. Но родители, не забывайте, приходите к директору детства, значит, определяйтесь, где там ваша очередь, кто идет, формируйте группы. Это уже настало время активных ваших действий. И второй садик, это наша, скажем так, надежда. Мы не ожидали, но, возможно, на Удовенко мы тоже сдадим детский сад в этом году к 31 декабря на 270 мест. Значит, там открытие будет, видимо, первый все-таки квартал, то есть тогда, когда уже детям можно будет официально находиться в детском саду. То есть это может быть февраль, но сдача строителей, наверное, 31 декабря. Мы к этому идем и на это надеемся. И самое главное, что строители круглосуточно работают в этом направлении. А на Удовенко абсолютно новый детский сад, с нуля постоянно. А вагоностроители 43 тоже абсолютно новый. Причем, вы знаете, обратите внимание, какие красивые детские сады. Вагоностроители 43, посмотрите, какие необычные окрасы этого здания. И впервые в Тагиле применена методика, делали и само здание детского сада, и сразу благоустройство вокруг. И еще детский сад не был закончен, здание, а уже благоустройство, и сама площадка детская стояла, и забор, посмотрите, какой там шумопоглощающий. Строителям большое спасибо, мы неоднократно говорили. О предоставлении жилья детям-сиротам вот этой категории хотелось бы поговорить. Мы с вами не раз беседовали о том, что вроде бы это и не компетенция муниципалитета, но все равно контроль идет со стороны администрации. И вот расскажите, есть ли надежда в этом году что-то? Могут ли получить дети? Значит, мы действительно говорили о том, что наполовину, скажем так, контролируем этот вопрос. Компетенция-то областная. 35 квартир, которые мы отслеживали, все-таки есть надежда, сдают в конце года вот этот долг строители, и дети-сироты смогут туда заселиться. Я надеюсь, Новый год все-таки уже в новых квартирах будут справлять. А вот и это положительный момент. А вот следующие 87 квартир, о которых мы говорили, что они будут разыграны в этом году по конкурсу и построены в первом полугодии следующего года, на который наши претенденты рассчитывали, вот тут я вынуждена немножко опечалить, потому что конкурс, к сожалению, не состоялся, не вышли строители на этот конкурс. Поэтому его будут делать повторно, очень срочно, вот сейчас его повторяют. Значит, сдача жилья немного затягивается. Опять же говорю, что это областная компетенция, но мы это контролируем. Надеемся, что все-таки конкурс пройдет второй раз успешно, и сдача жилья хотя бы на квартал передвинется. То есть, допустим, это будет третий квартал 2014 года. Как только конкурс завершится и станет понятно, кто застройщик и в какие сроки они будут это делать, сразу сообщим. Еще один актуальный вопрос на сегодняшний день, это пенсия. То есть, накопительная страховая часть, переход из государства в негосударственные фонды, о том, что люди могут решить со своей части пенсии, да, постоянно решения меняются. Вот расскажите, пожалуйста, что-то уже правительство приняло какую-то определенность по срокам. Значит, насчет правительства, нам сейчас сложно сказать, окончательно ли они приняли решение или не окончательно. Что сейчас понятно? Сейчас понятно, что следующий год, видимо, нам еще можно будет выбирать. То есть, остаемся мы в государственном пенсионном фонде или мы уходим в негосударственный пенсионный фонд. То есть, не в этом году надо срочно будет нам делать выбор, хотя я бы, наверное, посоветовала все-таки, если есть возможность определиться в этом году. Но внимательно смотрите на рейтинг. Вот сейчас они его еще не напечатали, но идет скоростная проверка всех негосударственных пенсионных фондов. Вы видите, у некоторых уже возникают проблемы, их уже убирают из списков. Поэтому, как только появится официальный рейтинговый список негосударственных пенсионных фондов, сразу отсматривайте, смотрите и принимайте соответствующие решения. Где-то список должен появиться на сайте пенсионного фонда. Я думаю, что пенсионный фонд, наверное, на сайте у себя и однозначно, как только это появится, во всех центральных СМИ это будет опубликовано. Потому что это такой животрепещущий вопрос, конечно. То есть, мы можем напомнить, да, если человек переходит из государственного в коммерческий пенсионный фонд, то у него сохраняются обе части пенсии. Да, да, да. Если остается в государственном, он лишается, в общем-то, накопительной части. Накопительная, лишается сути накопительности. То есть, не начисляются проценты и нет отдельной части вот этой накопительности. И несколько слов о бюджете следующего года. Сейчас над ним идет работа. Пожалуйста, расскажите, как формируется. По бюджету следующего года формируется сложно, я уже неоднократно говорила, конечно. Воюем, боремся, доказываем. Мы пока на своих цифрах настаиваем. Значит, самую низкую планку мы ставим, это уровень текущего года 12 миллиардов. А пока самый позитивный прогноз это уровень 18 миллиардов. По 18 миллиардов, конечно, все на нас смотрят так, что кризис на дворе к Киевам 18, но ниже 12 падать точно не собираемся. Спасибо, Евгения Олеговна, что пришли к нам в студию и остается только попрощаться вам. Большое спасибо, до свидания, всего хорошего. У нас на очереди новости спорта буквально через минуту. Рубрику представляет компания Сенегория. Спутник попытался, но не смог. В выездном матче с командой из Саратова наши хоккеисты проиграли со счетом 2-1. Перед матчем тагильчане были на 22-м месте, а Саратовский Кристалл на 23-м. Теперь команды поменялись местами. Спутник по-прежнему в четырех очках от последней строчки турнирной таблицы. Завтра подопечные Алексея Фетисова проведут третий выездной матч серии. Соперник хоккеистов из Нижнего Тагила Воронежский Буран, который сегодня занимает седьмую строчку. После Бурана тагильчан ждет выезд в Тюмень, где наша команда сыграет с местным рубином. Несмотря на неудачное начало сезона, тагильчане, напомню, проиграли 9 игр подряд. Известный хоккейный специалист Виктор Труфанов уверен, что спутник будет в плей-офф. когда в команде появится должность главного менеджера, который усовершенствует трансферную политику и контрактную работу. Ближайший домашний матч у спутника намечен на 31 октября. В Нижний Тагил приедет команда Зауралья из Кургана. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете завтра в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин, Новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию Сенегория, и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода Сенегорская. Залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Неделя в Тагиле подходит к концу, и мне остается напомнить, конкурс на лучшую новость от телезрителя продолжается. Победителю сертификат от развлекательного центра «Стрелец» на два часа игры в бойлинг. Ждем ваших сообщений. Телефон редакции 419551. Адрес сайта www.tagildefistv.ru На этом все. Хороших вам выходных!